Мурат Айтенов призвал жителей не поддаваться панике. Как оказалось, в Шимкенте сейчас дополнительно готовят больше полутора тысяч койкомест для больных пневмонии, а лекарств для лечения зараженных хватит еще на два месяца. При необходимости готовится несколько зданий для дополнительной госпитализации пациентов. У нас на сегодняшний день 301 единица в наличии имеется, мы пользуемся. Порядка 70 аппаратов еще стоят в резерве, еще не используем остальные. Достаточно пока необходим. Но тем не менее, по моим поручениям, еще 21 аппаратов уже ожидается на этой неделе поставка. 40 АВЛов дополнительно заказали, они уже должны приехать. Сейчас переговоры ведем, еще 55 единиц. Если мы придем в определенном этапе, то тоже закупимся. Мы дополнительно в других больницах открывали. Теперь у нас есть две новых школы, которые запустились, но еще не ввели в эксплуатацию для школ. Вот, которые Чингкент-Сити, еще Басари, да? Надо сейчас воспользоваться. 1200, 1200, но я думаю, по 600, 600, 1200 как раз будет. Я, по моему поручению, вчера я отправлял туда людей, проверили, в принципе, готово. Сейчас единственное, надо кислородную вот эту инженерную инфраструктуру довести до конца, и мы воспользуемся до августа этих две школы. В последующем, когда ситуация стабилизируется, у нас если достаточно будет кое-как мест, мы его в августе освободим и заново проведем ремонт, все, и запустим для школ. Ясно? Дальнейшем, дальнейшем. Не ждать. Надо подготовиться к самому худшему. Дай бог, этого не произойдет, но в любом случае мы должны быть готовы. В новом инфекционном госпитале сейчас только пациенты с коронавирусом. Глава Шимкента распорядился разделить госпиталь на два блока. В одном будут заражены COVID-19, в другом – тяжелобольные пациенты с пневмонией. Для экстренной госпитализации больных под временный госпиталь переоборудуют две городские школы. При необходимости и ледовый дворец Шимкента. Считаю, необходим новому инфекционному госпиталу только принимать тяжелобольных. Независимо. Разделить блоки на пневмонию, на COVID-19 только тяжелобольных. На сегодняшний день он считается самым современным больницей, и там должны находиться только тяжелые. Сейчас это не то, что сейчас переселить всех средней тяжести больных, это то, что их надо выпускать, после этого только принимать туда тяжело. Там должен быть максимум заполняем 70%. Больше не вылечить. В случае, если там тяжелый, всегда ждать тяжелый больной. Остальные, которые мы открыли в других наших больницах, туда отправлять в средних тяжестях. Всех квалифицированных специалистов собрать в одной точке. Несмотря на сложную ситуацию, горожане продолжают нарушать режим карантина. Мурат Айтенов просит жителей мегаполиса беречь себя и близких. Так что я призываю всех населения с пониманием отнестись. Нам надо беречь себя, беречь близких, беречь всех других гражданских. Должна быть гражданская ответственность каждого. Не только мы всесторонне, занимаемся, ограничиваем, но результат очень мало. Мониторинг днем и ночью ходят специалистами. Каждый день одни и те же замечания не воспринимают население. Серьезность данной ситуации. Глава Шемкента напомнил, что тех, кто нарушает карантин и несет опасность, будут наказывать. Сотрудники мобильных групп будут обходить даже самые отдаленные городские массивы круглосуточно и штрафовать нарушителей. Шуддин Саидов, Амантай Ульбеков, Нургель Дэсаду Акас, информационная служба телекомпании ОТРАР. Шуддин Саидов, Амантай Ульбеков, Нургель Дэсаду Акас, информационная служба телекомпании ОТРА.